Прокуратура Воркуты провела проверку по пресечению незаконной игровой деятельности в поле зрения надзорных органов заведения, которые находятся возле городского рынка. Я что-то нарушаю? Ну, в общем-то, по нашему мнению, да. Ну, по вашему мнению. То есть вы не смогли доказать, что это игорный бизнес. Я вам утверждаю, что это лотерейное оборудование. Как это вы видите? У нас есть вступившего в законную силу постановления суда о том, что ваша деятельность признана незаконной. На вас именно по этой причине наложен штраф. И когда вы у меня получали в кабинете постановление, вы признали требования прокурора, расписались и указали, что с постановлением вы согласны. И мне обещали, что, в принципе, впредь вы больше не будете заниматься данным видом деятельности. Сотрудники прокуратуры получили информацию о том, что здесь вновь проводятся азартные игры. Поэтому нагрянули с проверкой. Двери для посетителей открыты. Лудоманов, так называют тех, кто страдает игровой зависимостью, оказалось немало. В основном это воркутинцы довольно солидного возраста. Делились впечатлениями неохотно. Большинство из них прятались, отворачивались или закрывали лица. Ой, я здесь второй раз села. Ну, что-то, наверное, привлекает? Наверное, первый раз был удачный? Нет. А не боитесь деньги таким образом потерять? Боюсь. Сколько уже проиграли? Тысячу. Чем привлекает? По 100 рублей бросил и все, и сижу. Пиво пью. Пресечение незаконной горной деятельности с использованием суррогатных лотерейных технологий на постоянном контроле органов прокуратуры. У нас всегда поступает оперативная информация, еженедельная, ежедневная ситуация контролируется, принимается к рассмотрению, я повторно хотела бы обратиться к жителям города воркуты, к рассмотрению любая информация, в том числе анонимная деятельность данных видов заведений развлекательных. Действительно ли здесь проводилась только лотерея «Русская матрешка», как утверждает руководство клуба, это снова предстоит выяснять надзорным органам. В случае установления незаконного игрового бизнеса, виновные лица понесут уже более строгое наказание, говорят в прокуратуре.